Приветствую вас на несколько аспектов, на мой взгляд, важных. Я хотел бы обратить ваше внимание. Первый аспект – это некоторая ваша тревога, неуверенность, как будто бы недоверие себе. Именно себе, своим собственным чувствам, своим собственным сигналам, которые у вас есть. И которые, как мне кажется, показалось, которые, как не показалось, вы игнорируете. Если воссоздать хронологию того, что вы делали в отношениях, как вы поступали, какие вы делали выборы, какие вы принимали решения. Вот если высказать хронологию, что из этого вы хотели делать, что из этого вы делать не хотели. Что из этого вам нравилось, что из этого вам не нравилось. Как вы реагировали, как вы обращались с тем, что вам что-то нравится, что-то нет. Вот у меня такое ощущение, что в отношениях вы себя не ощущаете свободной для выражения позиции своей. То есть, ну, все ваши действия, все ваши поступки, они более чем нормальные, они адекватные, они хороши, если это то, что вы считаете для себя приемным. Приемным здесь и сейчас. Если у вас такого ощущения нет, если у вас нет чувства, что, ну, что это приемлемо, то как вы с этим обращаетесь? Это очень важный момент. Потому что вы хотите серьезных отношений. Хорошо. Что такое серьезные отношения для вас? Ваши поступки, ваши действия, опять же, по вашим ощущениям, соответствуют, тому, что вы хотите, тому, что вам, ну, тому, что вам нужно или нет. Это очень важный момент. На мой взгляд, по крайней мере. И вот с этого вам нужно начинать. С этого вам нужно начинать смотреть. То есть, это не в парни вам разбираться нужно. А в себе. Понимаете? В себе. И смотреть, насколько мое поведение соответствует тому, что я хочу. И дальше ситуация будет отличаться уже, ну, я бы сказал, как бы принципиально. Вот. А парень, парень просто делает то, что он хочет и все. То есть, это, как бы, то, что ему актуально на данный момент. Это то, что ему важно на данный момент. И так он, в принципе, себя ведет. Вот. Поэтому, я понимаю вашу привоку. Я понимаю вашу неуверенность. Я понимаю, что вы чувствуете себя несколько, ну, несколько неопределенно. Несколько, в несколько подвешенном состоянии вы себя ощущаете. Но, на мой взгляд, это связано с тем, что вы не доверяете себе. На мой взгляд, это связано с тем, что вы, как бы, себя не слышите в, ну, вот, в отношениях. А вот это очень важная история, чтобы вы слышали себя, чтобы вы ощущали себя, чтобы вы понимали, что вам нужно, чтобы вы отдавали себе отчет, где вы, где то, что вам хочется. Вот. То, что вам нужно, а где нет, чтобы не было разочарования, да, чтобы вы не ощущали свою разочарованность в том, что происходит. Вот. Поэтому, это такой достаточно важный момент. Сколько времени вы в спальном месте, чтобы вы говорите о серьезных отношениях? Почему вы познакомились на сайте знакомых? Вот. То есть, как бы, ну, почему именно там? Почему не, ну, почему вы не знакомитесь с вашей жизнью, скажем так? Это важно. Это очень важный момент. Вот. Вот. Чем обусловлено то, что вы, вот, на сайте знакомых. Вот. Вот. Вот вы спрашиваете, нужна ли я ему только для одного? Например, ему это не надо. Ну, а если это так? Вот. То есть, вы сами себя ощущаете, да, что вы, что вы нужны только для одного? Так? Получается? Получается так вы себя чувствуете? Вот. Вы чувствуете себя, что вы нужны только для одного? А ведет вы себя как? Ну, просто, вот, спросите, спросите себя. Сами. Вот. Подождите сами себя. То, что происходит, это то, что вам хочется или нет. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Как мне, по крайней мере, кажется. Есть. Вот. Это, в принципе, в принципе, то, на что, наверное, я хотел бы обратить ваше внимание. Сейчас. Как вот это то, на что я, это то, что я хотел бы вам показать. Как бы. Вот. Это очень важно, то, о чем мы говорим. И вам желательно, конечно, прислушиваться к себе. Вот. Побольше, почаще. Что вы-то сами к нему чувствуете, что вы-то сами к нему ощущаете. Чего вам хочется по отношению к нему и по отношению к себе тоже. Это очень важный момент. Такой вот момент. Момент. Вот. Хочу вам сказать. Это, пожалуй, все. Я надеюсь, чтобы помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и буду надеяться на ваш отклик. Это, как мне думается, достаточно важно. Удачи еще раз. Всего самого доброго вам. Отлично. Пока, пока.